Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем читать книгу «Премудрости Соломона» на библейском портале экзегет.ру. Мы читаем 13 главу. «Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать сущего, и, взирая на дела, не познали виновника, а почитали за Богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесные светила». Действительно суетны в том смысле, что они совершают действия, которые не приводят к никакому реальному результату, занимаются неважными, ненужными делами, которые в итоге оказываются совершенно тщетны. И вот суетны по природе все люди, то есть они делают буквально... Понятно, что природа человеческая одна, но они вот эту суету, эту заботу о ненужном делают буквально второй природой эти люди. Люди, которые не знают Бога, и которые, даже видя окружающий мир, все равно не видят его, Бога, не верят в его присутствие. Я помню, как мой однокурсник однажды подошел ко мне и говорит, «Ты можешь доказать мне бытие Бога, не используя никакие священные тексты?» А мы в этот момент занимались живописью. И я говорю, наверное, да. Каким образом? Он мне говорит, я говорю, ну вот видишь этот большой плакат, который мы сейчас с тобой вместе, над которым мы работаем, ты можешь поверить, что он возник сам по себе, и вот на нем вся эта красота, да, этот продуманный сложный рисунок возник? Он говорит, ну нет, конечно. Я говорю, сколько вот нужно краском тут лежать, бумаги и все прочее, или чтобы вообще эта бумага появилась, что должно быть, да? Я говорю, точно так же и мир. Ты можешь посмотреть вокруг и понять, что такой сложный мир, он сам по себе не может возникнуть, сколько бы все это вместе не лежало. Понятно, что это только один из подходов, понятно, что кого-то он не убеждает, но это древнейшая мысль о том, что если вокруг нас есть такая сложная природа, и многие ученые, между прочим, чем больше познают сложность тварного мира, его сконцентрированность на бытие человека, так называемый антропный принцип, тем больше они понимают, что этот мир не самобытен, не сам по себе возник. Так вот, да, и здесь Соломон говорит, они смотрели на видимое совершенство мира и все равно не познавали сущего, взирали на дела и не познавали виновника, а почитали в качестве богов стихии мира. И вот если, пленяясь их красотой, они почитали их за богов, то должны были познать, сколько лучше их Господь, ибо Он, виновник красоты, создал их. Ну, скажем, египтяне почитали кошку, там, ястреба, сокола, бегемота и прочих-прочих живых существ, крокодила, корову там, да. Вот, и Соломон говорит, ну, если вы видите, что это просто твари бессловесные, как же вы не почитаете творца этих тварей? А если удивлялись силе и действия их, то должны были бы узнать из них, сколько могущественнее тот, кто сотворил их, ибо от величия красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их. Да, если человек способен написать прекрасную картину, понятно, что он глубже, несравненно интереснее, да, и несопоставим просто с, хотя и прекрасной, но мертвой картиной. То же самое с бессловесным животным. Впрочем, они меньше заслуживают порицания, ибо заблуждаются, может быть, ища Бога и желая найти Его, потому что, обращаясь к делам Его, они исследуют и убеждаются зрением, что все, видимо, прекрасно. Ну, здесь очень важный момент о том, что существует разное порицание. Люди по-разному могут быть порицаемы. Кто-то стремится к добру, но, заблуждаясь, не может его найти. А кто-то, познав добро, отворачивается от него. И, как в свое время писал святитель Василий Великий, он писал своим, да, согражданам, Эллином, писал, посмотрите на скифов, какие они жестокие. Там он описывает разные жестокости и говорит, и все равно у них есть добро, и стремление к добру есть. И сколько тогда на нас, говорит он, да, на людях, которым открыто Писание, открыта жизнь христианская, сколько на нас ответственности за то, что мы тоже бываем жестоки, тоже бываем озлоблены против других людей, против своих братьев и сестер. Ну, далее Соломон пишет, но и они неизвинительны. Если они столько могли разуметь, что в состоянии были исследовать временный мир, то почему они тотчас не обрели Господа его, человек, который пытался познать, но не захотел, да, с точки зрения Соломона, неизвинителен в своем, в своих заблуждениях. И эти заблуждения, раз они заблуждения, они приведут его к определенным трудностям. «Но более жалки те и надежды их на бездушных, которые называют богами дело рук человеческих, золото и серебро, изделия художества, изображение животных или негодный камень, дело давней руки». То есть, ладно, если люди, ну там, в стихиях пытались, не знаю, выходит человек в поле ночью, видит звездное небо, он может не знать Бога, но он там как-то обращается к кому-то, к высшей силе. Он может быть не прав миллион раз, он там заблуждается, естественно, да, но по крайней мере он ищет Бога какого-то надмирного, и его запрос более глубок. Он говорит, а вот жалкие те, кто поклоняются камням, дереву, поклоняются творением собственных рук, как богам. Мы тоже молимся, например, обращаясь к иконам, но мы не считаем, что икона Бог. Икона только изображение, которое помогает нам умом войти к первообразу. Не случайно Христос сказал самарянке, что поклонение истинное, не поклонение нагорели в храме, но в духе и истине. Конечно, если человек лишен икон, но он поклоняется в духе и истине, он может поклоняться Богу. Другое дело, что если ему легче обращаться к иконе и видеть видимый такой образ, то церковь позволяет ему это делать, позволяет почитать иконы, через почитание икон почитать святых, почитать Христа, Богородицу, но не обожествлять творение собственных рук. Вот как Соломон пишет, или какой-либо древодел, вырубив годное древо, искусно снял с него всю кору и обделал красиво, устроил из него сосуд, полезный к употреблению в жизни, а обрезки от работы употребил на приготовление пищи и насытился. Один же из обрезков, ни к чему не годный, древо кривое и сучковатое, взяв старательно округлил на досуге и с опытностью знатоков обделал его, уподобил его образу человека или сделал подобным какому-нибудь низкому животному, намазал суриком и покрыл краску и поверхность его и закрасил в нем всякий недостаток и, устроив для него достойное его место, повесил его на стене, укрепив железом. И так, чтобы произведение его не упало, он наперед озаботился, зная, что оно само себе помочь не может, ибо это кумир и имеет нужду в помощи. Молясь же перед ним о своих стяжаниях, о браке, о детях, он не стыдится говорить бездушному и о здоровье взывает к немощному и о жизни просит мертвое, а помощи умоляет совершенно неспособное, о путешествии, не могущее ступить, о прибытке и ремесле, об успехе рук, совсем не могущее делать руками, о силе просит самое бессильное. Для Соломона это совершенно очевидна абсурдность языческого поклонения вещам как богам, потому что эти бездумные, абсолютно бессмысленные вещи ничем не могут управить. Казалось бы, на дворе 21 век, и никаким образом это нас не касается, но это касается нас самым прямым образом, потому что заходишь в дом, сидит какая-нибудь жаба на монетах, статуэтка, и что это такое? Люди говорят, это для привлечения денег в дом. То есть этот кусок металла, который где-то там, или гипса покрытого каким-нибудь блестящим покрытием, который сам ничего не может, не только заработать, двинуться не может, ничего не может, он должен что-то привлечь в дом. Ничего кроме глупости он не привлечет, потому что глупо надеется на такие вещи. И сейчас этого немного меньше, но я помню, как на развалах, в городах, на открытых таких торговых точках продавались всякие нецки, которым надо было там тереть живот, или как-то к ним обращаться, там обезьяна подавала мудрость, черепаха долголетия, или еще что бы то ни было. То есть вот этот абсурд, на который указывает Соломон, и который, казалось бы, давно должен уйти в прошлое, он присутствует и сегодня в нашей жизни. И, конечно, в жизни христиан этого не должно быть. Мы должны оставаться верны Богу и его промыслу. Всего доброго.